Здравствуйте! Меня зовут Анна Бережная. Сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. На открытие выставки Валентин Чеботарев «Линия жизни» приглашает Приморская государственная картинная галерея на Партизанском проспекте. В самый разгар подготовки персональной выставки Валентина Степановича Чеботарева смерть пресекла его линию жизни, превратив ее в отрезок между двумя датами – 1928-2018. Приморская галерея «Всегда спите» там относилась к мастеру. Там состоялись три персональных его выставки. А в ноябре 2017-го в экспозиции «Даешь революцию в искусстве» произведения Валентина Степановича привлекали особое внимание зрителей. В церемонии открытия примут участие преподаватели Владивостокского художественного училища, где в течение более 40 лет Валентин Степанович готовил будущих художников, его коллеги, искусствоведы, ученики мастера, почитатели его таланта. Начало в 16.00. Стоимость билетов 200 рублей. Приморская филармония приглашает на концертную ретро-программу «Загляните в семейный альбом». В программе любимые песни публики разных поколений. Концерт состоится в малом зале, начало в 18.00. Стоимость билетов 500 рублей. Прийти и посмеяться от души, и, конечно, поддержать любимые команды, зрителей приглашают на фестивали Приморской лиги КВН. За попадание в сезон будут бороться лучшие команды Дальнего Востока. Главный приз сезона – поездка на остров Гуам. Начало в 19.00. Стоимость билетов от 300 до 600 рублей. Выставка «Даль агропродовольствие» пройдет с 15 по 17 марта на территории кампуса ДВФУ. В выставке принимают участие производители, дистрибьюторы продуктов питания и сельхозпродукции из 10 регионов России, а также коллективные экспозиции участников из Вьетнама, Китая и Кореи. Начало в 10.00. Вход свободный. Фестиваль «Балалайка. Душа России» и «День баяна. Аккордеонные гармоники» пройдет в Дальневосточном государственном институте искусств. Фестиваль проходит в течение последних нескольких лет по всей России. Его инициатор – Российская академия музыки имени Гнесиных. Начало в 15.00. Вход свободный. А в Театре молодежи премьера – спектакль «Не опера нищих» по пьесе Джона Гея «Опера нищих». Авторы постановки предлагают антиутопическую модель общества, придуманную 300 лет назад великими Джонатаном Свифтом, Александром Поупом и Джоном Геем. Начало в 18.00. Стоимость билетов от 300 до 500 рублей. Конфуз «Женитьба в стиле модерн» в двух действиях по мотивам произведения Николая Васильевича Гоголя состоится на сцене театра имени Максима Горького, начало в 18.30. Стоимость билетов от 400 до 2000 рублей. На выставку работ владивостокского иллюстратора и художника, представителя улично-домашнего искусства Максима Листопадского, секретные бобы приглашает в художественный музей ДВФУ. Бобы – аллегория работ самого автора. Они, как фасолины разных форм и цветов, рассыпались из банки в выставочное пространство. Выставка будет работать до 30 марта. Спектакль для маленьких зрителей «Мышка-хвастунишка» дадут на сцене театра «Кукол». Начало в 12.00. Стоимость билетов 270 рублей. На эксклюзивное шоу «Империя хищников» приглашают артисты бриллиантового цирка России. Яркий самобытный спектакль с битвами шаманов, чудесами эквилибристов, жонглеров, акробатов и дрессированными жителями северных лесов, оленями, песцами, лисами и лайками. Начало в 12.00. Стоимость билетов от 1100 до 1800 рублей. Клуб «Музыкальный вернисаж» начинает третий сезон в Приморской картинной галерее. Данный проект Александра Вовненко успешно стартовал в апреле прошлого года и привлек немало почитателей изящных искусств. Концепция клуба основана на принципе взаимосвязи различных видов искусств, особенно музыки и живописи. Клубный формат предоставляет возможность свободно обмениваться мыслями, задавать вопросы, спорить. Ведь клуб – это радость познания и общения с близкими по духу людьми. Начало в 12.00. Стоимость билетов от 150 рублей. На этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока!